Для Алексея Талая, его благотворительного общества, реализации акции «Живая память» благодарных поколений в рамках большого проекта «Дети Беларуси. Ветераны на будущем поколении» ему уже удалось реализовать то, о чем мечталось. О проекте говорят, о проекте думают, проект живет. И все это во имя памяти о наших героических предках. Все это во имя мира на всей земле. Именно об этом в своем послании к брещанам говорил Александр Лукашенко. Его приветственный адрес зачитала заместитель главы администрации Наталья Питкевич. Память о Великой Отечественной войне не имеет срока давности. Она живет в наших сердцах, учит ценить свободу и мир, объединяет миллионы людей, гордо называющих себя наследниками победителей. Живет вопреки беспрецедентным попыткам перечеркнуть историческую правду. Она давно стала частью национальной идеи белорусов. И сейчас эта память воплощена в символическом образе Древа Жизни. Его крона, разбивающая металл, это мы. Народы, крепко стоящие на родной земле, стремящиеся к миру и созиданию. Наши корни древние. Пока мы помним истоки, чтим достижения предшественников, они питают нас. 80 лет назад мы также вместе выстояли и победили. И сделаем все, чтобы защитить чистое небо над нашей Родиной. Александр Лукашенко, 28 июля 2024 года. О войне все сказано, скажет кто-то. Нет, не все. Не все сказано о горе народа, пережившего страшную Великую Отечественную войну 20 века. О горе белорусов, потерявших каждого третьего жителя. Мы стали забывать, что такая война, она уже напоминает о себе. А потому сегодня нужно говорить о мире без войны. Нужно развинчивать мифы о тех, кто просто жаждет развязать ее, стремясь вогнать народы в пучину злобы и ненависти. Мы сейчас, современное поколение, помним, чтим и, конечно же, должны передать что-то очень важное, ценное нашим детям, их внукам, которым дальше здесь жить, сражаться и бороться. Конечно же, мы видим, мы сталкиваемся и сейчас с беспрецедентным давлением из уни. Ураг, как и прежде, силен. Они пытаются, стараются нас нивелировать, прижать к ногтю, забрать у нас наш суверенитет, нашу возможность жить так, как заповедовали нам наши героические поколения. Но тот огонь, который передали нам наши деды, мой дед, мой личный герой, ветеран Великой Отечественной войны, который добровольцем пошел в партизанский отряд, выжил и смог передать что-то очень важное. Ценое своему внуку, мне, Алексею, в честь деда меня и назвали именно этим именем. Благодаря этой компоненте я уцелел. Я смог справиться с тяжелейшими вызовами моей судьбы. Одно из основных направлений проекта – создание и установка всенародного памятного знака «Живая память благодарных поколений» в Минске, Бресте и Москве сотен тысяч монет советского периода. И главная его идея заключается в объединении ветеранов, современников и будущих поколений. Образ памятного знака построен на динамике застывшего времени и включает две составляющие – окаменевшее письмо-треугольник, как дань прошлому, и бронзовое дерево – символ жизни и долголетия. Алексей Толай поднял огромный пласт памяти для тех, кто погиб, прошу прощения, и для тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Вот мои служивцы, участники войны, нет одного не с кем встретиться, он вспомнит, понимаете, приходится тосковать. Наш президент горято ориентирует тоже, чтобы ветеранов, людей, которые и воевали, и трудились, и последовательные трудности, если не забывали, это, конечно, возникает благодарственное такое чувство. Сегодня я горд и рад тому, что так много людей поучаствовали в создании этого народного памятника. Так много детей, молодежи принесли свою монетку, сплав народного памятника, живая память благодарных поколений. И одна из них, монетка главы государства, нашего уважаемого лидера Александра Григорьевича Лукашенко, нашего президента, от него и от членов семьи нашего лидера эти монетки были добавлены в сплав этого памятника. Мы гордимся тем, что сегодня мы получили приветственный адрес от нашего лидера. И хотим сказать, что мы, общественники, благотворители, все те структуры, партии, общественные организации, мы будем и дальше стараться вместе с нашим президентом держать этот бой, и мы его не подведем. С открытием мемориала «Живая память благодарных поколений в Минске и Бресте» белорусы передают россиянам эстафету памяти поколений в 2025 год, который пройдет под знаменем празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.